Всем привет! С вами снова Бьюти Бабушка и очередная распаковка корейской косметики. Давайте посмотрим, что же жадная бабулька заказала для себя на этот раз. Я заказываю всю свою корейскую косметику на ebay, потому что я не люблю подделки, люблю подлинную корейскую косметику от проверенных годами торговцев. И эта посылка всего за три дня до меня долетела, добежала, доскакала, за что огромное спасибо службе доставки Фидекс. Ну, давайте заканчивать рассыпаться в благодатности. Давайте перейдем к делу. У нас огромная, просто огромная посылка. Ну, тут килограмм уже, наверное, на восемь, если не больше. И давайте скорее смотреть, что же тут внутри. И вот наша красота, красотинюшка. Здесь чего только нет. Ну, чего нет, чего нет. Скучности, бесполезности, неинтересности здесь нет. Все шикарно. Упаковано. Давайте распаковываться дальше, да? Так, посмотрите. Вот, вы только посмотрите, посмотрите, чего у нас тут только нет. Здесь и люксы, средства для волос, и потрясающий совершенно санскрин, который же много лет используют. Так, давайте двигаться дальше. И сегодня у нас с вами в кадре не будет цветов, потому что какие тут цветы. Тут еле коробочки влезли. И поэтому в кадре сегодня будут только бабушкины руки, которые выдают ее возраст. Но на самом деле бабушкин возраст выдают не ее руки. Бабушкин возраст выдают вот такая метровая надпись в каждом видео, потому что бабушка свой возраст и не думает прятать. Бабушка считает, что убивать стыдно, воровать стыдно, изменять стыдно, а вот быть старым не стыдно совершенно. И никто не убедит меня в обратном. Не понимаю, не понимаю женщин, скрывающих свой возраст. Но не все нам дано понять. Давайте смотреть, что же у бабушки здесь интересного. Для начала у бабушки здесь очень интересная новинка от Medipill. Сцентеллы азиатской. Это их зеленая так называемая линия. В корейской косметике, если вы видите зеленую баночку, то с точностью 99,99% это средство для проблемной кожи. Вне всякого сомнения. И даже стрясся один пассаж, один конфуз, когда корейский бренд Laneige выпустил в зеленой упаковке увлажняющую маску. Ее накупили девушки с проблемной кожей, а потом пытались подать в суд на бренд за то, что он обманул их ожидания. Мы с вами ни на кого не будем в суд подавать. Мы думаем, что покупаем. Очень хорошо проверяем, читаем отзывы, смотрим составы. Поэтому нас с вами такие конфузы не настигнут. И это средство для тех, у кого бывают прыщи. У кого же не бывает прыщей. Прыщей бывают у всех. Разрастная кожа это не индульгенция. А то многие думают, все, состарилась, прыщей не будут. Ага, сейчас, все время, с разной периодичностью, с разным упорством и возрасте вылезают всевозможные гады. Для того, чтобы с гадами бороться, корейцы разрабатывают очень интересные средства. Многочисленные пластыри от прыщей, все что угодно. И я сейчас вот верчу в руках такую новинку, с которой мы с вами будем знакомиться. Несколько лет назад корейцы начали выпускать так называемый клей, который давал эффект стеклянного лица и спасал девушек с очень проблемной кожей от некрасивого вида. Заливалось лицо гелем. Гель застывал в тончайшую пленку. Поверх наносился BB крем. И лицо было зеркальным. Я делала себе такое лицо. Очень-очень интересные эффекты. Но для тех, у кого прыщи отдельные, гады вот эти вот вылезают, от таких пленок ни холодно, ни жарко. Большое лицо пленки прокрывали замечательно и держались великолепно. Но на маленьких участках, вот на кругляшке, эта пленка задиралась, края задирались. Напитывались BB кремом, становились темнее, чем само лицо и чем кружочек вот этой пленки. И их было видно. Поэтому для отдельных прыщей корейцы неустанно, денно и ночно. Я вот верю, сидит кто-то в Корее, денно и ночно думает, как спрятать прыщи, как их быстро залечить. Давайте смотреть, что здесь. Так, открываем. И здесь вот такие вот тончайшие наклейки. Наклейки. Давайте буду показывать на темном, чтобы вам было что-то видно. Это силикон. Очень тонко срезанный силикон. И это значительно отличается от тех же культовых наклеек на прыщи от Миша. Они были из пластика. Они практически вот такие и были. Давайте смотреть, что здесь. Так, снимается все это очень хитро. Берем вот так раз. И в принципе, не касаясь лапами, вот это все легко переносится на кожу. Почему не касаясь лапами? Потому что лапы, особенно с длинными ногтями, это рассадник всяких неприятностей. А тут и так, знаете ли, прыщ, радоваться нечему. И не хочется его сдабривать родственной для него культурой. Так, что я должна сказать по этому поводу? Ну, на коже, конечно, не видно. Я больше чем уверена, что если я нанесу тональную основу, мы с вами скоро ее нанесем, обязательно посмотрим, как будет выглядеть. Я не думаю, что под тональной основой это дело будет незаметно. Также, по сути, это незаметно вообще. Если учесть, что у меня здесь на коже и морщинки, и складки, и вены. И, в принципе, должно было быть видно. Но на таком расстоянии я его совершенно не вижу. Я не думаю, что его видно как-то вам. Но он отсвечивает немножко. Что здесь? Здесь работает цинтелла азиатская с витамином В5. Это гиперзаживление. Нам обещают, что прыщ исчезнет буквально за несколько часов. Это очень хорошо. Почему? Вечером гад вскочил, нанесла, утром все. Кожа обезгажена. Давайте посмотрим, как на этом будет работать пибикры. У меня вот здесь вот такой есть красавчик. У многих моих подписчиков тоже есть такой красавчик. Помните, девушки, мы все массово восторглись и массово закупили вот этот кушон. Давайте посмотрим. Нет, ну видно, конечно. Господа, видно. Видно, он отблескивает. Именно вот этот вот блеск выдает. Так он полностью сливается. И, конечно, не сильно, но видно. Заметно, что что-то есть. Если, конечно, есть вариант сверкать на весь офис прыщом, да, вот такой с желто-зеленым содержимым, извините, кто ест, но говорю как есть, то, конечно, лучший выбор. Это здесь вот будет что-то маленькое, незаметное. Кушон, кстати, замечательно, увлажняющий, в преддверии лета, матирующий. Выложу обязательно ссылку в инфобоксе под видео. Вместе со всеми остальными ссылками обязательно заглядывайте. Вот такая вот замечательная вещь. Ну, понятно, что те же подростки, кто еще не красятся, с удовольствием наденет и пойдет. На ночь хороший вариант. И это, конечно, заживлялки уже нового поколения. Они очень мягкие, силиконистые. Такого еще не было. И они хорошо держатся на коже. Отзывы о них самые лучшие на азиатских бьюти-просторах. Нет, слушайте, сейчас вот усаживается биби-крем, да, и не так и видно. Да, и не так ее и видно. Особенно с бабушкиным зрением. Ну, напишите, пожалуйста, в комментариях, видно, не видно. Давайте по-всякому покручу. Ну, такая интересная вещь. Ну, мы эту наклейку снимаем, потому что я сейчас буду наносить сюда горы уходовой косметики. Вы знаете, ее не так-то и легко снять. Вы посмотрите-ка, что здесь происходит. Ой, да, тут не все так просто снимается, и это радует. И давайте двигаться дальше. Следующее средство у нас люкс. Корейский люксовый бренд The History of Wolf. Ой, как я ждала, как я ждала этот набор. Ребята, здесь такая роскошь. Вы готовы? Нет, вы не готовы. Посмотрите. В одном из прошлых видео уже давно, по-моему, к Валентину, да, к Валентину, я показывала вам набор такого типа розовый. И сейчас эта красная любовь зреет, любовь настаивается, становится более концентрированной. И теперь сердечко не розовое, а красное. Давайте посмотрим, что же с такой высокой концентрацией любви для нас здесь положили. Так. Опаньки. А положили вот такую роскошь. Вы знаете, такое ощущение, что держишь в руках бархатную, темно-бордовую розу. Вот как из Сан-Рема, да, розы. Маленький бархатный бутон на длинной-длинной ножке. Что же у нас здесь? Здесь у нас вот такой красивый набор. Подарок. Подарок роскошный. Роскошный подарок, как я всегда говорю. Почему не себе любимый? И себе любимый, да и не только себе нам предлагают, что подарить. Вот эта вещь уникально полезная. Выглядит она красно-красно-красной. Но это вас не должно смущать. Так, здесь такая зеркальная гладь. Я еще ее не сфотографировала для группы. У нас с вами свеженькая распаковка. Мы увидим все быстрее, чем в группе теперь, да? И это прозрачный, совершенно прозрачный бальзам для губ. Он лечебный. Он омолаживающий. В нем растительные экстракты, которые собраны из древней книги о медицине, благодаря которой поддерживали императорские фамилии, свое молодость, здоровье и красоту. Это потрясающий бальзам, мягкий и нежный. Он любые губы доводит до совершенства. Я его использую обязательно под матовые помады, чтобы они не смотрелись на возрастных губах, как зад крокодила, да? Смольщенные и с пластинками. И использую в виде обычного бальзама, когда бегу в торговый центр за покупками. Использую на помады, на середину губы, чтобы придать им нежного блеска. Использовать можно как угодно. Для ненакрашек это полноценное средство. Оно слегка-слегка подчеркивает оттенок ваших губ. Выглядит красным, да. Здесь у нас с вами лак для губ, и он шикарен. У меня очень много этого лака в пробниках, в больших версиях, в любой ипостаси. И посмотрите, для такой холодной, жгучей дамы. Они очень стойкие. Они уходовые. И дают финиш сатиново-сияющий. Итак, у бабушки тут какой-то стойкий пигмент уже отложился. Дико, извиняюсь за вот это вот, за этот ужас в кадре. Но где-то вот в предыдущей распаковке уже приложилось. Терпите. И очень-очень яркий, красивый, насыщенный оттенок. Упаковка потрясающая. Просто потрясающая. Средства оба. Мои самые теплые рекомендации. И выпустили этот роскошный набор к 8 марта. Он заказал, а потом как раз и доехал. Красотища какая. И потрясающе удобная косметичка. Ну, а подарок просто шикарный. К тому же недорогой. Давайте двигаться дальше. Здесь у нас... Ой, а давайте сейчас пройдемся по волосам. Я в предыдущем видео, в одном из предыдущих видео, показала вам ампулы, маски для волос. И это были ампулы, которые реставрируют и восстанавливают волосы. Это термоампулы. И что происходит? При смешивании с водой они превращаются в густую эмульсию, нежную. Наносятся на волосы. 10 минут обрабатываются феном. И затем еще 20 минут надо с маской сидеть. Восстанавливающая маска. Сегодня же у нас с вами маски уже не восстанавливающие, а придающие волосам объем. Вот в такой удобной маленькой упаковке эта ампула для нас с вами доступна. Состав у ампул от этого бренда, это салонный уход на дому. Профессиональный салонный уход на дому. Состав сродни, наверное, самым небюджетным сывороткам от MediPill. Здесь есть все. Начало здесь штук 10 разных протеинов. Растительных протеин риса. И это уже само по себе очень сильно укрепляет волосы. Задача этой ампулы придать нашим волосам объема, силы, такой мощный, красивый рекламный вид. Для шелковистых волос вот такая ампула. Чтобы волос было на голове много, вот это. И эти средства, точнее оба эти средства, вот это у меня уже в активном использовании. Я от него просто в восторге. И поэтому, конечно, эту новинку я тоже для себя заказала. Все логично. Если работает одна ампула, то почему же не будет работать вторая? Дальше давайте двигаться. У нас с вами теперь снова что-то люксовое. Давайте смотреть. Корейский люксовый бренд Ахвинь. Ты мой хороший. И это линия стюардесс. Как я люблю эту линию стюардесс. Почему она линию стюардесс? С пробиотиками. Потому что при ее создании и в рекламной кампании участвовали сингапурские красавицы, стюардессы. Ребята, они выпускают вот эти дизайны. Открываешь и понимаешь, что несмотря на свое глубокое 50-летие, ты хочешь детей от того, кто это придумал. Просто посмотрите на этот дизайн. Он все красивее и красивее. Минималистичные, роскошные ампулы. Хотя какие же они уже минималистичные. Тут не пахнет минимализмом. Какая роскошь. Это драгоценные амфоры. У меня огромное значение лично для меня имеет то, какой упаковкой снабжена косметика. Вот из таких красивых баночек садишься за туалетный столик в шелковом, исключительно в шелковом натуральном халате, который гладит твою кожу. И наносишь вот эту роскошь. Все, императрица, ты омолаживаешься изнутри. Это все волшебно, это все сказочно. Это все, по крайней мере, на мне работает. Чудесно. Что же в этой волшебной упаковке? Это две баночки одного и того же средства. Сыворотка, которую они совсем недавно сделали заново. То есть в этой линии была сыворотка, но время идет. И наука все время бежит вперед, торопится. Корейцы очень хорошо бегут. Иногда даже впереди планеты всей. Эта сыворотка устраняет признаки старения. Большая баночка и так называемая мини-версия. Но тут слово мини не совсем подходит, потому что маленькая ее сложно назвать. Давайте смотреть консистенцию. Помаду сотру. Ага, сотрешь ее, да? Я же говорю, стойкая. Вот это вот после попытки стереть с соответствующим средством. Нет? Ладно, пусть так. Так, и здесь абсолютно роскошная сыворотка. Сейчас все эти крикушки набегут, я знаю, в комментарии набегут. Как это блогер такой ужасный, поверх помады сыворотку божит. Но не видно. Все вам видно. Не выдумывайте. Все вам видно. Вам прекрасно видно, что... Вон, пожалуйста, как это все увлажняет кожу. Аромат сохранили. Это потрясающий аромат. Вот, фрукты, цветы свежие. Вот, вы знаете, Сальвадор-Дали. Полет пчелы вокруг граната, прерванный за секунду до пробуждения. Это что-то совершенно волшебное, сказочное. Это уже из области снов. Да? Потрясающий аромат, не поддающийся описанию. Нежный, деликатный. Давайте уже всю руку. Давайте уже и вторую. Да? Что же мы тут все зря собрались. И это средство исчезает в коже даже в таких количествах. Высокотехнологичные способы производства. Здесь уменьшен размер молекул. Здесь потрясающие сильные комплексы. Да? Антивозрастных ингредиентов. Но самое главное, это, конечно, большие комплексы пробиотиков. Пробиотики омолаживают нашу кожу. Это уже доказанный факт. Но они и препятствуют ее дальнейшему старению. Укрепляют защитный слой кожи. Для девушек, которые живут в жарком климате, для девушек, у кого есть лето, очень советую на лето обзаводиться косметикой полной уходовой линейкой. Именно с пробиотиками. И никогда не советую собирать линейки из отдельных средств. Я за целостный уход. Почему? Давайте возьмем, и как нам блогеры рекомендуют, многие, извиняюсь, безголовые, давайте наберем, поставим 10 средств себе в уход. Все с пробиотиками, все разные. Знаете, по принципу, научи дурака богу молиться, он весело прошибет. Благодаря вот таким вот странным рекомендациям по планете уже много лет, после того, как в моду вошли пробиотики, гуляет акне, которая появляется от переизбытка грибов, дрожжей, которые раскармливаются на пробиотиках. Здесь же в линиях все сбалансировано. Здесь нам дают 350-процентную гарантию, что пробиотиков здесь положили ровно столько, сколько нужно коже человека. Понимаете, о чем я говорю? Я периодически в большую уходовую линию вставляю разные средства интенсивными курсами, но линия, линия остается целой вокруг этого вставленного средства. Чем больше в вашей уходовой рутине, однобрендовых и еще лучше, важно, однолинейных средств, тем моложе ваша кожа. Кидаться можно чем угодно. Можно кинуть тапком в экран, можно, у кого денежки много, утопить телефон с моими видео в унитазе, но факт остается фактом. Линейный уход дает молодую кожу. Винегрет разрозненный кожу убивает. Почему винегрет у всех? Потому что блогерам присылают разные средства на рекламу. И блогеры составляют из того, что им бренды понаслали, линейный уход, которым вас кормят. Да? Все же очень просто. Как говорится, когда видишь какую-то нестыковку, иди по следу денег. Они приведут тебя куда надо. Вот так появляются эти винегрета уходы. И я категорически против них. Все мои уходы за кожей однолинейные. Вы можете полюбоваться на них на моем канале. И через несколько буквально минут я вам покажу новую линейку, которая станет моим уходом. А пока, пока, да, всех разругала, стоит такая хорошая. И будет вам сейчас рассказывать о том, как бороться с брылями. Нет, не пластическими операциями. Глупости, глупости. Вы пишете все со своими пластическими операциями. Кто пишет? Очень глупо пишете. В 39 лет, когда у меня начали подвисать брыли, я очень хорошо этот момент схватила с помощью корейской косметики и корейских всевозможных уловок. И есть у меня массажи специальные, есть у меня средства, которые укрепляют кожу и не дают ей падать вниз в область декольте. Но основное, что поддерживает мой контур лица в более-менее молодом состоянии, вам судить, какой он со стороны виднее, какой у меня контур лица. Это, конечно, бандажи. Это ежедневный бандаж, который я использую уже очень много лет. И это вот такие маски. Что они делают? Ну, что они делают? Они утягивают контуры лица. И раньше они были очень толстыми и неудобными. Но время идет и маски меняются. И если бандаж ежедневный, это просто бандаж, под него можно класть антивозрастную лифтинговую маску, можно этого не делать, то вот такие вот маски-бандажи уже содержат в себе все, что нужно. Один слой это ткань и здесь гидрогель. Этот гидрогель состоит из активной антивозрастной сыворотки с убойнейшими лифтинговыми ингредиентами. Вот такой намордник мы на себя надеваем, держим положенное время и проводим это дело курсами. Вот такую упаковку в несколько интенсивных средств, я считаю, это курс вот такой коробочки, я провожу раз в месяц. Обязательно. Это обязательно нужно сделать. И ношу их на ежедневной основе. Но давайте учитывать, что у меня возраст 50+, и я уже стремлюсь к следующему юбилею усиленными темпами, он не за горами. И для девушек молодых, для тех, у кого брели только еще намечаются, вторая категория граждан, вам достаточно делать такую маску ну раз в две недели. Это будет потрясающая профилактика. Чем раньше вы ухватитесь за ваши брели, тем меньше проблем у вас будет после 40, когда это дело начинает уже подвисать. Особенно это актуально для нас славянок. И у нас, у многих из нас тип старения именно такой. Это отсутствие какой-то мелкой сеточки морщин. Вот тут я на финок наших смотрю, они сморщенные становятся, как юб. Именно мелкая-мелкая сеточка морщин, но у них как-то небогата по части брелей. Смотрю на себя, если запустить, я буду просто как бульдог, но бульдог гладкий и не морщинистый. Каждому свое, как говорится, и у всех свои трудности. Конечно, мелкоморщинистый тип старения, он легче исправляется, увлажнила кожу, в принципе, и пошла. А нам нужно вот это вот все для того, чтобы брыли не развивались на ветру. И я очень хорошо понимаю, что среди моих зрителей полным-полно возрастных девушек, да, ну, время такое у нас было, не было у нас в молодости всего вот этого великолепия, не было у нас корейского люкса, и не корейского тоже, да, и сама косметика в то время, конечно, хромала на обе ноги, ничего особого не обещала. И я далека от мысли на чистом глазу моим возрастным девушкам, у которых уже есть серьезные проблемы с контурами лица, говорить, что вот это втянет брыли внутрь, это глупости, этого не произойдет. Поэтому никого не обманываю, но, но, при использовании вот этого всего расти это все не будет. То есть, если какие-то брыли какой-то птос имеется, но все это еще не соединилось, знаете, подбородок с грудью, очень советую такие курсы делать, чтобы не усугублять ситуацию. А что касается контуров лица, старые, они там молодят, как я сказала в начале своего видео, и до сих пор от этого не отказываюсь, да, ну, не стыдно, не стыдно быть старым, не стыдно быть в возрасте, но этот возраст может выглядеть ухоженно, да, вот и все. Позаботиться о себе это не только потрясающе нужно, это еще и потрясающе улучшает настроение. А теперь мы с вами подбираемся к новой линии, из-за которой я так ждала эту посылку. Я просто выпрыгивала из своих бабушкинских домашних треников в ожидании курьера, где же он там ее несет. Так, давайте здесь немножечко расчистим площадь, потому что сейчас здесь будет нечто царское. И здесь новая линия от корейского люксового бренда Сум-37 с пептидами, да. Бренд уже тему свою с пептидами неплохо раскрыл в своей прошлогодней летней линии. там были пептиды и пробиотики со дна морского. Здесь у нас все это строится на черном чае, что очень интересно. Бренд отличается тем, что делает свои средства с использованием технологии длительной ферментации, чтобы уменьшить размер молекул. Когда молекулы имеют маленький размер, она глубоко проникает в кожу, хорошо работает и нивелируются все побочные эффекты от сотен растительных экстрактов, которые могли бы быть. Я аллергик со стажем и ни одно средство от Сум-37, в составе которого более 100 растительных экстрактов в каждом ни разу не вызвали у меня ни одной аллергической реакции. Спасибо ферментации. Потому что страшно было бы даже подумать, если бы моя кожа получила все это соцветие в чистом виде необработанном в одной пробирке. Я бы опухла, покраснела и очень сильно расстроилась. Что касается этой линии очень много шума, очень много рекламы, очень много всевозможных мнений. И мнения эти основаны еще на воздухе. Дело в том, что бренд выпустил анонс на эту линию месяца два назад, если не больше, да, даже больше. И произошли неприятности с подделками, и бренд был вынужден задержать распространение этой линии для широкой торговли. Сейчас она вышла. Наконец-то вопрос был решен. И люди, которые мне писали, бабка, ты слоупок, ты ничего не понимаешь, вышла новая линия, а ты сидишь, бабка сидела спокойно и валяла валенки, именно потому, что бабка в курсе вот этих вот конфликтов. У бабушки потрясающие инсайдеры в Южной Корее, среди корейцев. Поэтому давайте называть вещи своими именами. Бренд задерживает выпуск линии. И во всех странах СНГ, в Соединенных Штатах Америки, на британском eBay вдруг появляются наборы. Вот такие большие, красивые наборы из новой линии. Как вы думаете, что там лежит, если бренд еще не выпустил свои наборы в продажу? Поэтому будьте очень внимательны с выходящими новинками. Подобные скандалы были с помадами Джеффри Стар когда-то звали огромную партию. Подобные скандалы все время происходят с люксовыми брендами, выпускают подделки и торопятся их продать. Люди делают выводы. Ну, кто-то делает выводы, кто-то не делает. Я свои выводы сделала уже очень давно, как бы не первый год замужем и не в первый раз. Поэтому давайте смотреть, что же все-таки в этой линии. Я очень далека от мысли в этом видео линию расхваливать. Я не буду давать громких обещаний. Сегодня мы с вами только посмотрим текстуры, потому что для меня эта линия новая. Давайте смотреть, что есть в наборе. Тонер, стекло, стекло, холодное, приятное на ощупь стекло. Полностью изменен дизайн. Эта штучка здесь у нас хрень, хрень из полумягкой пластмассы. Она не мягкая, как-то интересно выступает. Да, и есть ли у нас пумпочка. У нас есть пумпочка. Тоже все подписано, все очень красиво. Пумпочка это вещь. Они любят заставлять людей вытряхивать через дырки невытряхуемые. Здесь есть эмульсия. И давайте только надеяться, что пумпочка есть и здесь, потому что эмульсия. эмульсия. Ай, вы мои красавчики, молодцы. За столько лет влечения корейской косметикой начинаю радоваться пумпочкам. Я думаю, это брак производства. Нет, смотрите, здесь действительно все это неровное. А, тут это повторяется на крышке. Что здесь есть еще? Конечно же, здесь есть сыворотка. Упаковка небольшая, но у меня уже есть план, какую сыворотку я буду использовать после этой, когда она закончится. Тонер и эмульсия в пробниках. Что здесь есть еще? Крем. Крем. И он прекрасен. Да? Роскошная упаковка. Почему они сделали здесь такой выпад интересный? Ага, я поняла, потому что так удобнее держать. Крем для лица. Что здесь есть еще? Крем для кожи вокруг глаз в виде мини-версии, что не делает его менее роскошным. И крем в виде мини-версии. Давайте смотреть текстуры. Зачем приходят к бабушке на канал? За текстурами. Не могу вам предоставить модного спасательного круга подноса, но вот справляюсь как могу. Текстуры покажу. Так, тонер по консистенции скользкая и очень жидкая водичка, которая в коже сразу же исчезла. аромат. Для очень многих людей важен аромат. Я отношусь к их числу. Давайте разбираться. Он очень нежный, очень тонкий. Надо принюхиваться. Это хорошо. Вы знаете, вот он исчезает в коже, он практически сам по себе исчезает. Это нужно принюхиваться. Давайте принюхиваться сейчас с помощью баночки. Здесь есть фрукты, здесь есть травы. Это типичный, наитипичнейший аромат от сумм 37, но ему очень поубавили прыти. Очень. Это все намного меньше пахнет. Да. Я старательно принюхиваю сейчас кожи, на коже нет практически никакого аромата. Я даже начала думать, что у меня нюх отшибло, но это не так. Сыворотка. Давайте смотреть сыворотку. Все идет в дело. Все будем смотреть. Сыворотка имеет вид косметического молочка. Нечто гелеподобное. И тоже исчезает в коже, но исчезает непросто. В ней есть крупицы коллоидного золота. Это лучшее, еще лучшее, хотя казалось бы, куда уже, это еще лучшее проведение средств глубоко в кожу ингредиентов. И это эффект сияющий изнутри кожи, который мы видим просто сразу после нанесения. И если от старых сывороток такого типа с коллоидным золотом нам было по сути не холодно и не жарко, мы наносим, все это сияет, но сверху идет эмульсия крем, современные линии, в том числе Сум-37 сделали своей особенностью, что вот эти частички они подсвечивают кожу изнутри и через эмульсию и через крем, при том, что их на коже не видно. Вот такие оптические чудеса. Так, давайте смотреть эмульсию. Ой, слушайте, они что-то сделали, эмульсия хорошо выходит вот из такого дозатора. Вот это действительно плюсик в карму. Замечательно. Наймежнейшая эмульсия косметическая эмульсия все исчезло в коже. И поверх этой эмульсии для кого не нужен крем, для кого уходовая линия будет состоять только из тонера, сыворотки, эмульсии. Для девушек из жарких стран, для девушек с жирной кожей, с кожей склонной к жирности, эмульсия заменяет собой эмульсию и крем. Давайте смотреть, что здесь за крем. Крем для лица. Так, крем для лица. Очень плотненький на вид. Где моя спатула? Так, родная спатула от Сум-37. И давайте смотреть, что у нас с кремом. Ой, какая нежная сливочная взвесь. Ой, это сливочное суфле. самое настоящее суфле. Пудинг. Ой, какой он нежный. Только посмотрите, какой он нежный. Плотненькое средство. Плотненькое. Это не для жирной кожи, ни в коем случае. И, как я уже сказала, летом для жарких стран будет достаточно наносить эмульсию крем. Уже можно оставить либо на вечер, либо приберечь его до холодного времени года. Вот вечером, да, вечером будет замечательно. Давайте смотреть крем для кожи вокруг глаз. Очень, очень нежный аромат, легкие, легкие нотки, вы знаете, проявились чая, при том, почему-то зеленого. Не хочется залепить баночку. Посмотрите, какой сладкий. Какой же он сладкий. мы сейчас в него залезем. Так. И крем у нас какой? Плотный, плотный, сливочный, типичный, люксовый крем для кожи вокруг глаз, про который будут писать, что он толстый, он жирный, и он сделал им морщины. Такие кремы нужно наносить очень, очень дозированно, очень интеллигентно и аккуратно. Берем маленькую-маленькую кусочек ногтя, кулечку, разминаем между большим и средним пальцем и вот так по косточке втаптываем, не в мешки под глазами, втаптываем вокруг глаз легкими массажными движениями. Вот так, как я показываю. Крем нагреется, растворится в коже, мигрирует, заполнит все, что ему нужно заполнить. И если наносить вот такой крем шпателем, вот так, вот под глазами, а потом, как наши дамы, очень многие любят стирать его круговыми движениями по шерсти, против шерсти, так эти кремы не работают. Так не работают уже давно никакие кремы, но нас вот так вот учили, мы привыкли, я этих женщин понимаю, но, однако, давайте переучиваться и наносить крем для кожи вокруг глаз по-другому. Я буду в самое ближайшее время, конечно, вводить эту линию в свой уход, точнее, это и будет моим уходом, я думаю. На весну здесь все прекрасно, здесь и на лето не вызывают никаких сомнений, ничего, кроме крема. Но для жарких стран можно облегчить всю эту линию, поставив сюда какую-нибудь очень легкую сыворотку с большим количеством, водичку-водичку с гиалуроновой кислотой. Замечательная линия потрясла меня своими ароматами, своим дизайном, и я очень рада, что мы наконец-то ее дождались. Вот такая сегодня получилась распаковка. Вот такая сегодня получилась распаковка. Я очень надеюсь, что это видео было для вас интересным, информативным, и что вы обязательно присмотрели для себя что-нибудь новенькое. Спасибо всем, кто сегодня случайно или же умышленно оказался на моем канале, и до следующего раз. Всем пока!